Либо-либо Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала XX века. То, чего нет в учебниках истории. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Царской России. Это последний выпуск сезона. Нас ждет небольшая разлука. Но не беспокойтесь, мы уже готовим следующий сезон. Увидимся осенью. А пока что подписывайтесь на соцсети. Все межсезонье там будут выходить материалы. Или слушайте другие подкасты студии «Либо-либо». Мы делаем лучшие подкасты на русском языке. Говорю без стеснения. Например, присмотритесь к подкасту «Время и деньги», который тоже веду я, и который начал потихоньку выходить на всех платформах. И да, лучший способ поддержать меня и студию «Либо-либо» — это регулярные донаты от вас. Так мы будем чувствовать себя увереннее и делать новые классные штуки. Так что подписывайтесь на закрытый телеграм-канал студии, оформляйте подписку в Apple подкастах. Так вы будете поддерживать студию. Или подписывайтесь на Boosty и на Patreon. Так вы будете поддерживать меня. Все ссылки в описании. А еще, пожалуйста, личная просьба. Напишите отзыв этому подкасту в Apple подкастах, CastBox, Spotify. Поставьте классную оценку ему там, где вы его слушаете. Помимо того, что мне приятно это видеть, это еще и помогает подкасту выдаче. Ну и, конечно, делитесь им в соцсетях и в оффлайне. Мне осталось только сказать, что мы увидимся через неделю на традиционном стриме с ответами на ваши вопросы. Подписывайтесь на мой YouTube или на соцсети. Там будет анонс. И самое главное, этот особенный, заключительный выпуск мы делаем вместе с партнером, с моими новыми друзьями с фотоотелье автопортрета ЮЮ. Поэтому сейчас мы вместе с вами отправимся на экскурсию в фотоотелье времен заката Империи. А в середине эпизода я расскажу вам, какие фотоотелье придумали в ЮЮ. А они совершенно особенные. Итак, самое начало 20 века. Мы с вами на Вознесенском проспекте в городе Екатеринбург. Сейчас это улица Карла Липкнахта. Прямо напротив нас двухэтажная усадьба. Сейчас это дом номер 36. На первом этаже лавка, складские, торговые помещения. А на втором живет семья хозяина магазина. В двери этого магазина заходит самая разнообразная публика. И мальчики посыльные, и приличная публика, при этом одетая прямо нарядно. И даже крестьяне иногда тоже приодетые. Это необычно, потому что приличная публика ходит в лавке редко, посылает слуг в основном. А еще, если мы обойдем этот дом со стороны улицы Клубной, нынешней Первомайской, то увидим необычную деревянную пристройку. Она выше основного здания, высотой примерно в три этажа. Но при этом стена, глядящая на север, построена с наклоном, и во всю стену сделано огромное витражное остекление. Этот дом известен не только в Екатеринбурге, и даже не только на Урале. Здесь располагается фотоателье и фотографический магазин Вениамина Леонтьевича Метенкова, знаменитого уральского фотографа и бизнесмена. Давайте разберемся на примере этого фотоателье, как работала фотомастерская до революции, зачем и в каких случаях людям тогда нужно было фотографироваться, и как вообще работал этот бизнес. Тут я сделаю небольшое отступление. Я не всегда буду говорить только про фотоателье Метенкова. Некоторые общие вещи я буду описывать, опираясь на то, как фотобизнес был устроен в Российской империи в принципе. Но в любом случае давайте сначала познакомимся с самим Вениамином Леонтьевичем. Он родился в 1857 году на Урале в Миассе. Был старшим из шести детей. Отец был кожевенником, мать была глубоко верующей, считала, что светское образование – это грех, и поэтому в начальную школу Вениамин не ходил. Но однако он овладел и грамотой, и счетом. Родители отдали его учиться к диаку местной часовни. Семья была зажиточной. Когда Вениамину было 15 лет, они поехали в Москву на политехническую выставку. Эта выставка была довольно громким событием. Там демонстрировались разные научные экспонаты и технические достижения. Но для нас самое главное, что на этой выставке юный Веня впервые познакомился с фотографией. Собственно говоря, он сфотографировался там с мамой и папой. И это прямо обычная ситуация для дореволюционных жителей. Крупные события, в первую очередь ярмарки и вот такие вот выставки, привлекали много посетителей. И поэтому там фотографы часто устраивали свои павильоны. И вот сделать памятное фото на выставке или на ярмарке было даже таким более-менее обязательным пунктом в чек-листе. Ну, если, конечно, у вас были на это деньги. Это было чуть ли не традицией. Даже если у вас было много прям денег, даже если вы могли позволить себе собственный фотоаппарат, вы все равно фотографировались на ярмарке. Даже великие князья так поступали. Хотя, казалось бы, да, родственники царя могли фотографироваться в любое время. В общем, это была такая традиция. И если посмотреть на этот самый портрет в Вене с родителями, то мы увидим отца и мать с довольно суровыми лицами. Никто не улыбается. На дореволюционных фото, если вы вообще замечали, люди редко улыбаются. Ну, потому что фотографирование, это дело серьезное. У некоторых было вообще одно фото за всю жизнь. Тут для шуточек не место, понимаете? И вот на этой фотографии отец и мать одеты очень прилично. Отец в пиджаке и жилетке, и с галстуком, а мать с брошью на шее. Прям очень солидно все. Еще через три года после этого Вениамин Митинков устроился на работу на «Золотые прииски». Работал он в офисе конторщиком. Его даже вроде бы взяли за хороший почерк. И вот тут он уже близко познакомился с первыми людьми, которые имели фотоаппараты в личном пользовании. Возможно, именно они познакомили Вениамина с фотоделом. Возможно, он читал специализированную прессу, потому что уже тогда выпускали журналы для автолюбителей. Ну, мы точно всего этого не знаем, но знаем, что еще через год Митинков уже отправился по окрестным селам и приискам с фотоаппаратом снимать местных жителей. На Урале жило много старобрядцев. Кстати говоря, есть версия, что семья Митинкова тоже старобрядческая. Известно, что не все старобрядцы были готовы фотографироваться. Грех это, знаете. Да и не старобрядцы тоже могли побаиваться. Но, тем не менее, Митинков привез из этой поездки не только снимки, но еще немного заработанных денег за фотографирование. И вот в 1880 году, в 23 года, Митинков открыл в Миассе свое фотоателье. Откуда у довольно молодого человека деньги непонятно, честно говоря. Отец умер за два года до этого. Возможно, Митинков пустил вход в наследство. Мы не знаем. Но еще через три года Митинков переезжает вместе со своим фотоателье в Екатеринбург, потому что понятно, что в столице Урала клиентов и возможностей больше. Но зато в Екатеринбурге еще есть конкуренция. В Екатеринбурге к этому моменту уже было несколько фотоателье. Самым главным было ателье Ивана Терехова. Терехов имел медали за фотографии из международных конкурсов. Он считался лучшим в Екатеринбурге. Но, правда, к моменту приезда сюда Митинкова Иван Терехов уже умер и делом управлял его младший брат. Митинков снял здание на той же улице, что и фотоателье Терехова. Оборудовал комнату для фотографирования и заказал рекламу в местной газете. Точнее даже, это была не реклама, это была джинса, то есть скрытая реклама. Она была оформлена, как такая небольшая заметка. И вот как она начинается. Совершенно естественно и понятно желание каждого из нас иметь схожий и хорошо исполненный портрет близкого или дорогого нам лица. Но, к сожалению, осуществление этого желания не так легко, как кажется. И там дальше описывается, что вот, к сожалению, чтобы рисовать портреты, нужны художники. А хороших художников в провинции нет. Получается, нужно фотографироваться. Но вот и фотографов хороших мало, знаете. Нужно, чтобы люди понимали, как ставить свет, чтобы подчеркнуть естественную красоту, как поставить красивый фон. И вот после этих пассажей мы читаем. На днях мы случайно зашли во вновь открытое фотографическое ателье господина Митенкова и должны сказать, что виденные нами его работы вполне отвечают вышесказанным требованиям современного фотографического искусства. Мягкость полутонов, изящество и отчетливость работ вообще не оставляют желать ничего лучшего. Они напоминают скорее кисть художника. Несмотря на прекрасное исполнение, цены, назначаемые господином Митенковым, весьма невысоки и общедоступны. Мы уверены, что его работы не останутся незамеченными нашей публикой, и он будет иметь успех в Екатеринбурге. Совершенно случайно зашли репортеры фотоательян, что бывает. Но отдельно в этой заметке еще упоминаются так называемые перспективные группы. Это было ноу-хау Митенкова. Обычно людей в кадре располагали тогда на одной линии, в ряд, чтобы фокус не терялся. Но Митенков использовал специальную технику, которая позволяла расставлять людей в сложном порядке. Кто-то впереди, кто-то на фоне, и все были в фокусе. Довольно скоро к Митенкову пошли люди, а мы сейчас с вами давайте разберемся, зачем вообще люди ходили фотографироваться в то время, и какие услуги предоставляли тогдашние фотоателье. Давайте подумаем над пользовательскими сценариями того времени. Зачем вообще может понадобиться фото? Можно представить, что они нужны на документы, например, на паспорт или в какую-нибудь анкету. И нет. Фотографии в паспортах стали обязательными только в 1937 году при Сталине, не говоря уже о том, что паспорта сами по себе в Российской империи были необязательны. Крестьяне, например, могли всю жизнь вообще прожить без паспорта и не чувствовать ни малейшего неудобства. Что еще есть? Например, свадебное фото. Сейчас ни одна свадьба не обходится без нанятого фотографа, но до революции это было редкостью. Ну, то есть, я имею в виду, что фотографов на саму церемонию и на праздник не звали. Хотя вот в фотоателье новобрачные уже ходили. Так что тут ставим чек. Есть еще довольно распространенный специфический сценарий того времени. Во время русско-японской Первой мировой войны новобранцы довольно часто шли фотографироваться в форме. Но это как бы такое фотография на память для родных, потому что мало ли что может случиться на войне. Но если у тебя фото-бизнес, то понятное дело, что рассчитывать на таких клиентов не стоит. Какие еще могут быть цели? Ну, например, представительские, да? Знаете, как сейчас бывает? Ты что-нибудь делаешь от игры в пангруппе до ремонта стульев, и вроде как тебе нужна соответствующая фотосессия. Этого сценария тоже скорее не существовало, ну, потому что непонятно, как ты мог бы использовать эти фото. Даже если у тебя возьмет интервью газета, например, то газета не напечатает твою фотографию в то время, потому что просто нет такой технической возможности. Фотографии в дореволюционных газетах почти нет. Короче, по большому счету, единственная причина, по которой люди фотографируются, это просто на память, чтобы была фотокарточка. И для многих это было событие, которое происходило раз в жизни. Вот, например, на свадьбу как раз. И, конечно, на этой фотографии вы должны были представить как можно лучше. Потом на нее будут смотреть бесчисленные поколения ваших потомков. Возможно, даже вот у вас есть дома фотография ваших предков, сделанная в каком-нибудь дореволюционном ателье. И это означает, что клиенты придут фотографироваться в лучшей своей одежде и украшениях. А если таковой нет, то в фотоателье к их услугам будет небольшой гардероб. За дополнительную плату вы можете надеть пиджак, шляпу и галстук. Само помещение для фотографирования имеет разный реквизит. Помимо диванчиков, кресел, стульев, столов и тумбочек, тут могут быть разные колонны, вазы, гипсовые бюсты, лампы в абажурах, ковры, пальмы в катках, чучело медведей. И все это можно художественно расставить вокруг. А еще использовался сменный фон. Многие фотоателье, в том числе ателье Метенкова, имели специальное приспособление. Представьте себе, сзади фотографирующихся ставили раму с такими двумя крутящимися валами сверху и снизу. На вал было накручено длинное полотно с разными изображениями. Техник крутит ручку этого вала, и фон меняется. Хотите, на фоне будет сад с цветами, или горы, или интерьер дворца, а может быть, Эйфелева башня, или собор Василия Блаженного. Или еще могли такие большие полотна с фоновыми картинами закреплять на специальных ножках. Такое тоже бывало. В общем, если на фотографии ваших предков на фоне Тадж-Махал, или пирамиды, то совершенно не факт, что ваши предки там были. О, кстати, возможно, вы слышали еще об одном специфическом пользовательском сценарии 19 века, о посмертной фотографии. В то время было такое вот необычное явление. Фотографировали мертвых людей. И не просто мертвых людей, а мертвых родственников. И не в гробу там или в процессе похорон, а буквально сажали покойника на стул, одевали его, как будто он живой, и иногда фотографировались рядом, чтобы было такое вот групповое фото. Звучит очень крипово, но это действительно было. Впрочем, не сказать, что прямо очень часто. Это не какое-то массовое явление. Идея за этим стояла такая. Некоторые за всю жизнь не успевали сделать фото. И родственники хотели, чтобы оставалась память. И вот труп наряжали, подрумянивали, иногда даже подрисовывали открытые глаза, могли на пост обработке, могли прям макияж делать такой, и фотографировались. Часто так фотографировали детей, потому что детская смертность была высокой, и родители горюя хотели, чтобы осталось фото ребенка. Но не в гробу, а так, как будто он жив, ну или как будто бы спит. И да, фотографировались для этого прямо в фотосалоне, принося туда труп. Такая вот викторианская готика. Заходите в соцсети «Закаты империи», я там выложу такие фотографии. Но, да, опять-таки, это не было суперпопулярно, а в России вообще так не делали. Такие вот криповые посмертные фотографии по большей части делали в Великобритании. Есть некоторое количество дореволюционных посмертных фотографий из России, но на них покойника не представляют живым. Он лежит себе спокойно в гробу или на кровати в саванне, вокруг стоят родственники. Ну и, конечно, такие фотографии делали те, кто имел фотоаппарат в личной собственности. Ну, то есть фотоателье гроб никто не носил. До революции часть всего фотографировали при естественном свете. Но Митинков, в отличие от многих конкурентов, снимал еще и при искусственном освещении. Оно использовалось в вечернее время, в пасмурную погоду и зимой больше, чем летом, потому что зимой в Екатеринбурге вечереет рано. Кстати говоря, именно из-за использования искусственного освещения Александр Доронков в свое время в Петербурге начал переигрывать конкурентов по фотобизнесу. Если помните, у меня был про него выпуск, дальше Доронков перешел на киносъемку и стал крупным киномагнатом. Эту историю я рассказал в третьем сезоне, которая так и называется «Битва двух киномагнатов». Но возвращаемся на Урал. Фотоателье Митинкова заказывали чаще всего портретную или групповую съемку. Самым популярным форматом печати были визит-портрет, это размер примерно 6 на 10 сантиметров, и кабинет-портрет, это размер примерно 10 на 16 сантиметров. Если посмотреть приз-курант Митинкова за 1910 год, то визит-портрет стоил 5 рублей за дюжину, а кабинет-портрет 10 рублей. И да, фотографии заказывали дюжинами, развали их родственникам, что-то оставляли у себя, вешали на стенку. Визит-портрет, конечно, из-за цены был самым популярным. И цены, в общем-то, не маленькие. Зарплата рабочего в то время могла быть 20-30 рублей в месяц. Ну, то есть, раз в жизни как раз можно было себе позволить. При этом, для лучшей сохранности фотографии вклеивались в паспорту, в такие бумажные рамки. И у хороших фотоателье, в том числе у Митинкова, были именные паспорту. Снизу там витиеватым почерком было написано В. Митинков, иногда даже с монограммой, город, Екатеринбург, а на обороте также стояло название фирмы, были нарисованы медали, взятые Вениамином Леонтьевичем на разных выставках, Екатеринбург 1887, Брюссель 1888, Москва 1889, Харьков 1889, Париж 1889, а еще адрес и номер телефона для связи. А также отдельно указано негативы сохраняются. То есть вы могли прийти через год, например, и заказать дополнительную печать из старых негативов. Давайте еще посмотрим на другие услуги фотоателье Митинкова. Помимо нескольких других форматов в печати от миньонов 4 на 8 сантиметра 5 рублей за дюжину до самого крупного формата бюстовый портрет 40 на 50 сантиметров по цене 10 рублей уже за штуку. Но, в общем, это еще не все. Митинков предлагал другие услуги тоже. Например, миниатюрные такие фотокарточки для наклеивания на визитки или пригласительные билеты. Он еще печатал сам такие пригласительные билеты и афиши. Еще можно было сделать моментальное фото. Ну, да, в то время были такие. Они назывались сферотипи. Вместо пленки изображение фиксировалось сразу на металлической пластинке, и такое фото можно было получить через 5 минут после фотографирования. Одной из самых больших сложностей тогда для клиентов при фотографировании была долгая выдержка. Ну, конечно, в то время уже не надо было сидеть перед объективом несколько минут, как в середине 19 века. Но, тем не менее, детей было фотографировать сложно. Но фотоиндустрия постоянно развивалась, а Митинков, хорошо понимая значение рекламы и вообще медиа, обо всех улучшениях в работе фотостудии делал объявления в газетах. И он к началу века был хорошо известен, так что теперь это уже были не заказные статьи, а нормальная реклама. Вот я вам читаю. Постоянно следя за всеми новейшими открытиями и усовершенствованиями в области фотографического искусства, я в настоящее время ввел новый моментальный способ съемки на бромжелатинной эмульсии. Необыкновенная чувствительность последней к свету дает мне возможность производить съемки моментально в павильоне, что особенно важно для детей. Принимать заказы на съемку портретов и групп в домах, ну, то есть тут имеется в виду собственные дома клиентов, то есть фотограф выезжал на дом, и, наконец, снимать на открытом воздухе сдвижущихся предметов. Здесь мы ненадолго прервемся и вернемся в 2024 год. Фотоателье современные отличаются от дореволюционных, но чем-то и похоже. Точно так же, как мы представляли, зачем бы это до революции людям фотографироваться в фотоателье, какие есть пользовательские сценарии, давайте перечислим, зачем люди фотографируются сейчас. Ну, люди все еще фотографируются на документы и визы, есть, конечно, и свадебные фотографы, и корпоративные, которые снимают какие-то события, есть еще, да, моментальные кабинки в торговых центрах и парках аттракционов, и на вокзалах, есть, конечно, много разных энергичных частных фотографов, которые пригласят вас на фотопрогулку по парку или снимут в фотостудии на каком-нибудь лаконичном фоне, типа лофт такой, ну или даже в не очень лаконичном пальмы чучел медведя я, конечно, не видел, но могу допустить, что такое тоже бывает. И вроде все по большому счету, но мы забыли про еще один современный формат фотопространства, самый классный и, главное, самый комфортный, на мой взгляд. Вот я лично с трудом фотографируюсь, особенно, когда фотограф мне не знаком, и поэтому на фотках выгляжу немного надменно, совсем не так, как в зеркале. И вот что придумали и реализовали наши друзья и партнеры из ЮЮ фотоотелье автопортрета. И это устроено так. Вы сами фотографируете себя с помощью кликера, такого маленького пульта, который легко спрятать в ладони. А камера при этом установлена за большим зеркалом. То есть вы держите кликер в руке, смотрите в зеркало, двигаетесь, выбираете позу и делаете кадр в тот момент, который кажется наиболее подходящим. И вуаля! фотография получается точь-в-точь, как в отражении. А после фотосессии готовые фотографии придут на почту в течение суток. В ЮЮ можно сделать классические черно-белые портреты, прямо как у Митинкова в ателье, кабинет-портрет, только, конечно, намного выше качества. Для людей того времени фотографирование было целым событием. Такие портреты, как я говорил, дарили родственникам или вешали на стену. Это было важное свидетельство времени. Не случайно, что мы и сегодня храним их в альбомах своих. Человечество сегодня фотографирует больше, чем когда-либо в истории. Но это все какое-то немного мимолетное. Условно, мы отправляем другу селфи из поездки. Но ведь хочется иметь что-то такое, что наши внуки будут рассматривать и думать, например, ого, у нас бабушка была огонь. И вот ЮЮ сегодня как раз и помогает нам создавать такие же значимые события. Собирайте хранить теплые ценные воспоминания в ЧБ. Фото из ЮЮ можно распечатать и разложить фотографии в красивый альбом. Вообще цифровые фото сохранятся хуже, чем напечатанные, а фотографии из ЮЮ на бумаге получаются прямо стильными. Ну и альбом дать посмотреть проще, чем свайпить экран смартфона с другом. Для ЮЮ фотографии это не просто развлечение и какая-то классная идея на выходные, это еще и возможность остаться в истории. Иногда в моем подкасте истории начинаются буквально с одной необычной фотографии, с такой находки я начинаю искать, что там за герои изображены и что за ними стоит. А еще, конечно, когда вы сами себя фотографируете, нет ни стеснения, ни скованности, не будет никаких незнакомых людей, которые вам говорят повернись правее, улыбнись пошире, играй глазами, подержи свою беременную жену за живот покрепче. Ну, в общем, вы сами выбираете, когда и какой сделать кадр. И, помимо всего прочего, это хороший способ приятно провести время с близкими и сохранить добрые совместные воспоминания. Ну, или можно побыть наедине с собой, исследовать себя, такая вот терапия фотографий. В общем, ЮЮ это идеальное место и для создания семейных воспоминаний, и для знакомства с собой. Первое фото от Илья ЮЮ открылось как раз в Екатеринбурге. И это совсем не случайно. Основатели ЮЮ сами из Екатеринбурга любят свой город и помнят о том, что Екатеринбург сделал свой большой вклад в историю российской фотографии. Об этом я сейчас буду продолжать рассказывать. Но от Илья ЮЮ есть сейчас и в Москве, и в Петербурге, и в Тель-Авиве, а скоро, 15 сентября, откроется еще одно пространство в Москве. Флагманское фотоателье на чистых прудах. И я, кстати, тоже схожу, пофоткаюсь как раз в межсезонье, когда времени будет побольше. А если вы далеко, но хотите подарить приятный фотоопыт своим близким из этих городов, то можно купить онлайн-сертификат на съемку. В описании к этому выпуску есть ссылки на соцсети и сайт ЮЮ. Знакомьтесь и бронируйте самые комфортные фотосессии. А по промокоду закат у вас будет скидка на съемку в Тель-Авиве 20%. А мы возвращаемся к Вениамину Митинкову. Митинков не останавливался только на фотографировании клиентов. Человек он был деятельный, творческий и при этом знал толк в деньгах. Своё фотоателье в Екатеринбурге он открывает в 1883 году. А ещё через три года, в 86-м, открывает фотографический склад, с которого продаёт по заказу аппараты, фотоматериалы, реактивы, штативы, декорации, книги по фотографии от ведущих российских и заграничных производителей того времени и прочие фототовары. Причём делать такой склад в то время был довольно смело. Например, фирма F.I.O.H.IM. и компания, которая поставляла по Уралу и Сибири фотопринадлежности, основной доход получала на продаже разных котлов и механизмов, то есть фототовары они продавали тоже, но они были для них побочной деятельностью. А Мельтенков поставил только на фототовары и точно угадал время. Чуть позже он станет официальным дистрибьютором фирмы Kodak & Zays, его склад превратится в фотографический магазин и эта часть бизнеса даже станет приносить основную прибыль. Так что в 1912 году Мельтенков передаст управление фотостудией своему помощнику, чтобы сконцентрироваться на главном направлении. А помощник Роберт Зейферт был свояком Вениамина Леонтьевича, они были женаты на родных сестрах, так что контроль над бизнесом оставался в семье. Для дистрибуции товаров Мельтенков печатал каталоги. Каталог 2010 года уже включал в себя больше пяти тысяч наименований. А еще в каталоге Мельтенков публиковал советы начинающим фотографам, а еще опубликовал отдельно руководство для начинающих фотографировать, которое тоже, конечно, продавалось в магазине. В общем, Вениамин Мельтенков был известным и деятельным бизнесменом. Но не это все сделало его знаменитым. А Мельтенкова помнят до сих пор. Помните, я рассказывал, что Вениамин Мельтенков начал свою карьеру фотографа с того, что отправился по селам и приискам Южного Урала фотографировать местных жителей. Так вот, всю свою жизнь он путешествовал по Уралу очень много и оставил без привлечения сотни фотографий гор, рек, железных дорог, городов и природы. И со временем это стало для него дополнительным источником заработка. Еще с 80-х годов он начинает по заказу разных научных обществ, например, Уральского общества любителей естествознания. В общем, по заказу таких обществ он начинает отправляться в специальные фотоэкспедиции. Кстати говоря, Мельтенков довольно быстро станет членом этого Уральского общества любителей естествознания в том же году, когда переедет из МИАСа в Екатеринбург. И вот он путешествует, делает фотографии, а в своем магазине еще и продает альбомы с видами Урала. И помимо простых фотографий природы, городов, он еще делает стереофотографии. И это было очень популярно тогда. В то время продавали специальные стереофотоаппараты. По сути, это такой сдвоенный аппарат с двумя объективами, расположенными на ширине человеческих глаз. Такой аппарат одновременно делал две фотографии. Затем небольшие снимки наклеивали на специальную картонку рядом друг с другом. И эту картонку можно было вставить в такое специальное устройство, похожее на бинокль, только без увеличения. смотришь в это устройство и видишь стереокартинку. Но самые большие доходы от своих фотографий Митинко стал получать после одного изменения в законодательстве. В 19 веке становятся популярны почтовые открытки. Но поначалу бланки таких открыток, они тогда назывались открытые письма, в общем, вот такие бланки могло печатать только государство, почта принимала только их. Но в 1895 году в России разрешают частную печать открыток. И теперь для отправки по почте нужно было еще докупить марок, естественно. И вот тут Митинкофф и понял, что можно развернуться. Но ему пришлось немного отложить открыточную экспансию, я чуть позже расскажу почему. Вениамин Леонтьевич начал продавать свои открытки только в 1900 году, но подошел он к делу прямо масштабно. Сначала он печатал их в уральских типографиях, но стремясь к повышению качества в конце концов стал заказывать крупные партии своих негативов в Европе и черно-белые и цветные и сразу большими тиражами по тысяче штук. Одна черно-белая открытка в магазине его стоила 5 копеек, а цветная 10 копеек. Он фотографировал горы и реки, новые здания, которые появлялись в Екатеринбурге, документировал разные события типа народных гуляний. И от наследия Митинкофф осталось больше 700 открыток. И благодаря работе Венемина Леонтьевича у нас сегодня есть множество фотографий Урала того времени, за что ему большое спасибо. Даже я уже использовал его фото. Если помните, был выпуск про празднование Масленицы, так вот, в соцсетях я этот выпуск иллюстрировал именно фотографии Митинкова с выстроенными такими горками для катания. Так, ну что, давайте теперь расскажу, почему Вениамину Леонтьевичу пришлось задержаться с продажи открыток на 5 лет. Дело в том, что он женился. Женился он в довольно зрелом возрасте. Ему было 38 лет, невесте 25, ну то есть по тем временам она засиделась в девушках уже. Отношения с женой у него были прекрасные, но, судя по всему, женился Митинков по расчету. Жена Евдокия Васильевна Ожегова была дочерью горного химика и за женой Митинков получил солидные приданные и связи. И именно поэтому первые годы после женитьбы Митинков был занят. Он расширял свое дело. Первым делом был куплен новый дом неподалеку от предыдущего. И именно к нему он пристроит уже фотостудию с вот этим витражным остеклением во всю стену. Это все для того, чтобы естественного света в студии было как можно больше. Еще он перенесет свой фотографический склад из отдельного помещения туда же в новое здание на первый этаж и откроет там магазин. Средства жены позволили ему сильно увеличить в размерах свой бизнес. Но при этом дом был оформлен на жену. Деньги на покупку дала старшая сестра Евдокия Васильевна. А фотомагазин первое время назывался склад фотографических принадлежностей Евдокии Васильевны Митинковой. А когда появились первые киноаппараты Митинков, конечно, стал продавать и их в своем магазине и снимать кино сам. Известно около 20 видовых картин, снятых Вениамином Митинковым. Лов рыбы на Волге или Виды Екатеринбурга во время Масленицы. Но эти фильмы кажутся утеряны. Найдены разные фрагменты, но целиком кажется только один фильм на сегодняшнее время мы знаем. Асбестовые копии Поклевского Козел называется этот фильм. А еще Митинков снимал кино на заказ для международных фирм. Например, для фирмы Патэ. Или для корпоративных клиентов. Вот вам очередное объявление Митинкова из газеты. Мною оборудована фабрика кинематографических картин. Фабрика будет принимать заказы на картины для иллюстрирования производств, магазинов и тому подобного с рекламной целью для демонстрирования их в местных и окрестных кинотеатрах. Я тут замечу, что это была довольно интересная бизнес-идея по тем временам. Потому что люди тогда были готовы смотреть в кинотеатрах просто буквально что угодно. Поезд приходит на перрон. Вау! Дайте два. Таким образом, ролик с видами любого магазина привлекал бы внимание, но, правда, мы не знаем, удалось ли Митинкову продать эту идею хоть кому-нибудь. Но, с другой стороны, в списке его фильмографии есть хроника сормовских машиностроительных заводов. Или, например, да, я только что упомянул сохранившееся кино с асбестовых копий. Возможно, это как раз такие вот корпоративные заказы. У Вениамина Леонтьевича и Евдокии Васильевны родилось пятеро детей. Четыре девочки и один мальчик. Дочь Лиза вот так вспоминала про папу. Он был умный, добрый, чуткий отец в самом лучшем смысле слова. Не в обиду маме отца мы любили намного больше и сделать что-нибудь плохое было не страшно, а перед папой стыдно. Нас он называл шишками еловыми, принимал участие в наших играх. Играя в выходные дни в фотоателье, где мы любили с декорацией фонов устраивать каждую отдельную квартиру, а потом ходили с куклами друг к другу в гости и папа тоже бывал нашим почетным гостем. А какие красивые змейки он нам клеил и помогал запускать. Маме как-то захотелось завести канарейку. Папа запротестовал, как можно держать птицу в неволе. По этой же причине и собак не разрешал садить на цепь. А собак у нас всегда было несколько и в доме, и на дворе. Бывала любимая его кошка и приручал мышь. Он очень любил животных вообще. Вениамин Леонтьевич многим помогал в городе и на Урале вообще, продавал серии фотографий в благотворительных целях. Например, в пользу погорельцев Невьяновского завода. Вспоминали, что у него было множество крестников, которым он оплачивал обучение в гимназии. И, скорее всего, слово крестник тут употребляется в переносном смысле. А когда началась Первая мировая война и сотрудника магазина Митинкова призвали, Митинков стал платить его жене всю его зарплату. Революция, конечно, не могла принести ничего хорошего владельцу магазина. В 1919 году вся семья уезжает из Екатеринбурга вместе с отступающими войсками Колчака. Они живут в Томске, но летом 1921 года все же возвращаются домой. Правда, их дом уже был реквизирован. Сначала в нем обосновался военкомат Красной Армии, затем лаборатория и агитационно-плакатный отдел Уральского отделения Роста, а затем дом отдали под туберкулезный диспансер. В Советском Союзе Вениамин Митинков устроился копировщиком в Урал-Книгу, а во время НЭПа работал в частном магазине Совкино. В конце 20-х годов Митинкова арестовывают в первый раз, но отпускают. В апреле 1931 года его арестовывают второй раз. Ищут накопленные богатства, но следователю Митинков пишут. В силу моего мягкого характера и моей деятельности я никогда не помышлял о накоплении и все средства употреблял на развитие своего любимого дела. Спустя три недели после ареста его отпустили, но еще через два года в марте 1933-го Вениамин Леонтьевич умер. Похоронили его на Михайловском кладбище, цитата, где-то слева не доходя церкви, сейчас место его захоронения утеряно. А в конце 80-х годов 20-го века дом, где жил и работал фотограф, уже хотели снести, но под давлением жителей города в 1993-м году здесь открыли музей фотографии «Дом Митинкова». Это, пожалуй, самая счастливая судьба, которую можно было только представить. В музее там проходят фото-выставки, а часть экспозиции, конечно, посвящена легендарному уральскому фотографу. Прямо сейчас в историческом здании ремонт, поэтому музей переехал недалеко на улицу Тургенева, 15. Заходите туда, если будет случай. А я благодарю за помощь в создании этого выпуска сам музей и его сотрудницу Лизу Прокину. На этом я с вами прощаюсь примерно на месяц, но хочу еще сделать небольшое объявление. Мы в студии либо-либо запускаем уже второй поток курса о том, как делать разговорный подкаст. Он стартует 30 августа. На занятиях мы расскажем про каждый этап создания подкаста, как придумать идею, как записать себя и гостей, как монтировать эпизод, как продвигать и монетизировать свой проект. Будут домашние задания и практикумы мы очень подробно расскажем и покажем, как студия работает с идеями подкастов и эпизодов и поможем вам сделать вашу идею круче, четче и проще для производства. Есть три тарифа. Самый дешевый стоит 25 тысяч. Количество мест на этот курс ограниченное. Все подробности о нем ждут вас в описании этого выпуска. Приходите на него, потому что одно из занятий веду на нем я. и до встречи в следующем сезоне. С вами был подкаст Закат Империи, студия Либо-Либо и я, Аксен Фандрей. Этот выпуск для вас готовили фактчек Лиза Прокина, редактора Катерина Серебренникова, звук Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Юлия Стариколовская. Ставьте оценочки и отзывы этому подкасту и приходите через неделю на традиционный стрим с ответами на вопросы. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин